МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На календаре суббота на часах 20-30, а это значит, что мы подводим итоги уходящей недели. В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня, по традиции, я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этой недели. И вот, что вы увидите. В Сенате парламента подвели итоги работы. Объем доходов областного бюджета увеличился на 30 миллиардов тенге. Буквально через месяц стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 80 тенге, на что потратят перевозчики дополнительные средства. Награда нашла своих героев. Представители средств массовой информации отметили свой профессиональный праздник. Председатель Сената Касым Жомар Токаев подвел итоги работы Сената. Он заявил, что работа палаты в данной парламентской сессии по интенсивности и объему была очень масштабной. За эту сессию парламент в тесном сотрудничестве с правительством всесторонне обсудил и принял 84 законопроекта. В 10 законопроектов Сенат внес свои поправки. Таким образом обеспечено высокое качество принятых законов согласно порядку законотворческого процесса, установленному в Конституции. Также, по словам спикера Верхней Палаты, парламент обрел новые полномочия по контролю деятельности исполнительной власти, потому что усилена ответственность правительства перед парламентом. Действительно, чиновникам и парламентариям придется управлять по-новому. Ведь парламенту дали больше возможностей контролировать работу Кабмина. А депутаты смогут влиять даже на формирование состава правительства. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. Место и роль Верхней Палаты в истории отечественного парламентаризма всегда вызывали неоднозначные оценки. С одной стороны, сенаторы призваны представлять в законодательном органе интересы регионов страны. С другой, косвенная система выборов практически не связывает их с какой-либо конкретной ответственностью перед избирателями. Такой механизм формирования депутатского корпуса сената в немалой степени обуславливает его плохо скрываемую аффилированность с верховной властью и исключает даже намек на политическую конкуренцию. Подводя итоги работы, сенат Токаев отметил, что теперь у парламента есть новые полномочия. Согласно поправкам в Конституцию, ряд полномочий президента были переданы витвям власти. Парламент обрел новые полномочия по контролю деятельности исполнительной власти, усилий на ответственность правительства перед парламентом. По мнению политологов, раньше именно чиновники, которые оставались без работы, пополняли ряды НПО. Теперь же, с одной стороны, сенаторы пристроены, иметь такой статус престижно для тех, кто уже не востребован руководством страны. Таким образом, они находятся под контролем. К тому же, сенаторы не связаны с какой-либо партией и не могут быть отозваны даже теми же депутатами масляхатов, которые их же избирали. Поэтому в регионах зачастую побеждает тот кандидат, который мешает местному руководству. В любом случае, экс-сенаторы, потеряв мягкое кресло, сгрустнули. Ну, чувство, наверное, чувство немножечко, так сказать, есть какое-то чувство грусти, потому что очень хорошие годы были здесь проведены, так сказать. Я до прихода в сессию работал национальной компанией. Я сейчас туда возвращаюсь работать, по всей видимости буду работать. Ну, дойдут работу в сессии компании. По мнению политологов, сенат нужен как институт, позволяющий сдерживать мажорист, который по своему статусу, конечно, значительно выше по причине его прямого избрания населением. В связи с этим власть и остановилась на таком механизме выбора сенаторов. У сенаторов нет сильных властных полномочий, но верхнюю палату можно использовать в том случае, если мажорист вдруг захочет поиграть в самостоятельность. Объем доходов областного бюджета по состоянию на 1 января 2017 года составил более 136 миллиардов тенге. Это почти на 30 миллиардов выше объемов доходов за 2015 год. Об этом стало ясно на внеочередной сессии областного маслехата. Также в ходе сессии был рассмотрен ряд других вопросов. Самое основное, наверное, это согласование тарифа на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа. Более подробно расскажет мой коллега Сергей Уланов. Основным фактором повышения бюджета стало увеличение поступления трансфертов почти на 21 миллиард тенге. Исполнение областного бюджета сложилось на уровне более 146 миллиардов тенге. Также за 2016 год проведено 15 аудиторских мероприятий и выявлено нарушение на сумму более 21 миллиона тенге. Помимо этого был затронут вопрос субсидирования сельского хозяйства. Ежегодно трансфертом приходят к нам финансовые средства. Мы в начале года подаем, в управление сельскохозяйства подают займу. Столько-столько денег. Ежегодно неполной мере мы охватываем, да, правильно. Решением комиссии в прошлом году одобрено около 300 миллионов, 300 тысяч миллионов тенге, которые мы не додали в прошлом году в связи с нехваткой финансовых средств. В этом году мы сейчас требуем, чтобы республика нам профинансировала. Я думаю, что в этом году этот вопрос решится. Были внесены изменения в перечень социально значимых автомобильных сообщений Западной Казахстанской области, подлежащих субсидированию в 2016-2018 годах. В ходе сессии был затронут вопрос закрытия школ с малым количеством учащихся. В эту программу давайте внесем наше предложение, а дальше давайте вместе думать, я не знаю, например, запретить закрывать школы. В нашем полномочии не входит. Хорошо, мы сегодня проголосуем, хорошо. Через месяц прокуратуру я протестом отметил. И что мы дальше будем делать? Давайте мы будем делать в законных основаниях. Также единогласно депутаты проголосовали за установление правил общего водопользования на водных объектах области утвердили правила содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий, городов и населенных пунктов Западной Казахстанской области. Сергей Уланов, Дурин Дусинбейф, Рустам Джумашев, ТДК-42. Посовещавшись, власти все-таки приняли решение поднять тариф на проезд в общественном транспорте. Примерно через месяц уральцы будут платить уже 80 тенге. Местным перевозчикам удалось отвоевать повышение. Разница составляет всего 20 тенге. Если подумать, то сумма эта очень маленькая. Однако в конце месяца при подсчете своих расходов люди заметно ощутят разницу. Именно по этой причине пассажиры возмущаются. А перевозчики заявляют, что эти 20 тенге для их бизнеса капля в море. Наценка все равно не покроет их расходы. Тогда для чего нужно было поднимать тариф? Марина Горбук встретилась с владельцами автобусных парков и узнала, на что же они собираются направить дополнительные средства. На балансе автобусного парка номер один сегодня находятся 9 маршрутов. Среди них самые ходовые, 33-й, 35-й, а также дачные автобусы. Как рассказывает владелец автопарка, несколько лет назад по государственной программе им удалось взять кредит и приобрести 10 новых автобусов. Сетуют на то, что хотели докупить технику и в этом году. Но планы рухнули из-за нехватки средств. По этой же причине стали уходить водители. Зарплата стала доходить до 30 тысяч тенге. А если автобус сломается, вообще было невозможно работать. Средств на запчасти не было, поэтому приходится долгое время находиться на ремонте. Этот автобус, вот мы с зимой пришлось с него снимать запасные части, потому что денег не было. Повышение на 20 тенге нам позволит, по крайней мере, делать вовремя техническое обслуживание этих автобусов, менять резину по пробегам. Почему? Потому что они сверх пробега проходят у нас. Они должны 80 тысяч километров проходить пробег, а проходят и 120 и 130 где-то. Перевозчики заявляют, что и 20 тенге полностью не решат их проблемы. А вот пассажирам это будет накладно, ведь только на дорогу туда и обратно понадобится 160 тенге. А ведь ездить на работу или учебу необходимо как минимум 5 дней в неделю. В социальных сетях также развернулась дискуссия. Пользователи высказывают требования. Раз уж цену на проезд все равно подняли, надо, чтобы улучшилось качество услуг. Пассажиры хотят, чтобы в салоне автобуса было чисто, а водители не курили и не матерились. Ну пенсию и пособие подняли, теперь можно потихоньку и тарифы поднимать. Сперва проезд, потом потихоньку дальше газ, свет, вода, канализация, воздух. А зарплаты когда повысят? А автобусы когда нормальные запустят? В них же ездить невозможно. Как они вообще на линию выходят? В автобусах вечно вонь стоит ужасная. В час пик люди друг на друге едут, как селедки в бочке. Беспредел! Лично я готова заплатить хоть и 80 тенге, лишь бы ездить в чистом, безопасном автобусе с культурными водителями и кондукторами. Со своими жалобами и замечаниями уральцы могут обращаться в городской отдел транспорта и автомобильных дорог по телефону 50 0402. А сейчас настало время для традиционного финансового обзора. Его представит моя коллега Гульнара Умарова. Гульнара, здравствуй. Добрый вечер, Олег. Гульнара, расскажи, как складывается ситуация в мире с экономикой? Продолжается ли кризис? Ну, ты знаешь, Олег, пока ФРС США заявляет о том, что при его команде не будет кризиса, а Центробанк Японии восхищается экономической политикой самого Гитлера. Ну, тут уже не знаешь, как анализировать и чего все-таки ждать. И что дальше? Судя по последним данным, по статистике, все-таки мировая экономика восстанавливается. Зато мировой долг увеличился. Теперь он составляет 217 триллионов долларов. Это 327% глобального ВВП. В него входят долги государств, предприятий, банков и корпораций. Причем распределен мировой долг неравномерно. Где-то больше, а где-то меньше. Самый большой рост госдолга показали Китай и США. Это 32,7 и 63 триллиона соответственно. Увеличение долга рисковано для долгосрочного роста экономики и для финансовой стабильности. Отечественный бизнес тоже бьет рекорды, но по прибыли. Казахстанские предприятия заработали 2,6 триллиона тенге чистой прибыли. Крупные и средние компании за последние три месяца заработали больше 2 триллионов. Это на 88% больше, чем годом ранее. Малые предприятия получили 500 миллиардов, на 67% больше показателей 2016 года. Что примечательно, такие данные были достигнуты не за счет оптимизации и сокращения расходов, а за счет увеличения доходной части. Кстати, расходы выросли всего на 4%. Вот такими ударными темпами, невзирая на стагнацию, работает казахстанский бизнес. Рост цен на продукты питания стал самым высоким за последние 6 лет. Только в июне цены увеличились почти на 2%. А с начала года рост составил 6,8%. Быстрее всего дорожают овощи, и капуста подорожало в текущем месяце в два раза по сравнению с 2016. А еще лук и картофель за последние полгода прибавили в цене более 75%. Молочная продукция по сравнению с ними немного подешевела. А вот мясо подорожало не сильно, и в основном рост произошел в столичном регионе, на востоке и на севере. На крупы цены снижаются, из бакалии дорожает в основном сахар. Это связано с сезоном заготовки и с созреванием ягод. В целом причин подорожания продуктов называют несколько. Это завоз импортной продукции и то, что своей продукции маловато. А некоторые экономисты и вовсе успокаивают. Якобы волноваться не нужно, это всегда происходит перед новым урожаем. Спрос на продуктовую корзину был всегда, а вот доллары население скупает еще по причине летнего отдыха. Население налегло на американскую валюту и в прошлом месяце закупило 828 с лишним миллионов долларов. В мае, например, было куплено на 47% больше валюты, чем в апреле. А за пять месяцев текущего года казахстанцы купили 3,5 миллиарда долларов. Это более чем на 13% по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на такие данные, докладывает Нацбанк, девальвационные ожидания снизились. Тенге тем временем по итогам недели подешевел почти на три пункта. В понедельник он показывал 325 за доллар, а укрепился уже в пятницу, показав на бирже 322,67. В обменниках уральской доллар покупался за 321 тенге, а продавали его по 324. Тем временем российская валюта скоро дойдет до отметки 60 рублей за доллар и 68 за евро. По крайней мере, в августе такая картина была бы крайне желательна, заявил Минэкономразвитие. Конечно, если уровень 1,14 евро к доллару и 45-47 за нефть сохраняются. Вот стабильный пейзаж на московской бирже. А в Минпромторге хотят 62 рубля за доллар как минимум. Главное, чтобы неожиданный крен в другую сторону не ударил по промышленности, переживает Денис Мантеров. Сейчас доллар торгуется в пределах 59 рублей. На стипендии студентам будет выделено больше денег, обрадовали чиновники от Минобразования. На 13% больше, чем в прошлом году, и это 56 миллиардов тенге. За счет образовательных грантов и госзаказов обучается 140 300 человек. Это почти 29,5% учащихся. Более 70% грызут на гранит науки за свои кровные. На одного стипендиата приходится 399 200 тенге. Не обрадовались только такой новости 17 тысяч человек, которые бросили учебу из-за нехватки денег в прошедшем учебном году. И на 3 тысячи человек стало меньше получающих финансовую поддержку от нашего государства. Ну и, как сказал великий полководец Суворов, учение свет, а не учение тьма. От себя еще добавлю, что и отсутствие толстого кошелька. Всего доброго. Местный завод по производству кирпичей не справляется с объемом работы. На это жалуются уральские строители. Причина нехватки материала в том, что в текущем году объем строительных работ превысил прошлогодние нормы. Количество объектов, строящихся в рамках государственных программ домов Нурлыжер и Нурлыжол, перевалило за десяток. Как обстоят дела со стройкой, проверил Акимобласть Алтай Кульгинов. Вместе с ним отправились и наши корреспонденты. После того, как краны уберут, вы уже начинаете и бордюры, и благоустройство, все прочее делать. Спокойно и в то же время строго. Наставление по работе Акимобласти дает, осматривая каждый строящийся объект. Работы много, а сроки ограничены. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 11 жилых многоэтажных домов. К примеру, этому 9-этажному 180-квартирному дому до сдачи предстоит еще много работы. Строительство некоторых домов уже идет к завершению. Планируется, что до 50% квартир в этих домах достанется очередникам. Остальные смогут приобрести вкладчики же устройств Бирбанка. На качество и поставку материала подрядчики не жалуются, но признаются, что за кирпичами приходится стоять в очереди. Строящихся объектов очень много, и местный завод не справляется с таким объемом. Все наши предприятия обеспечены заказом. Стройкомбинат на 150% работает, загрузка. МЖБК, два домостроительных комбината загружены. Два завода по выпуску полиэтиленовых труб полностью на 90-100% загружены. Кирпичный завод, он не успевает выпускать кирпичи. Там уже сейчас мы пересмотрим их график работы, поскольку мы не должны отстать от сроков строительства. В текущем году в Уральске строится 8 среднеобразовательных учреждений. Это дает возможность создать порядка 3000 мест для учащихся. Только в микрорайоне Сарытау строящаяся школа рассчитана на 900 мест. Согласно проекту, здесь все по стандартам. Только оборудование обошлось в 400 миллионов тенге. Два спортзала, актовый зал, столовый. Спортзал для младшей группы, спортзал для старшей группы. Кроме того, на 600 мест строятся две школы в поселке Дерку. Заново возводят здание 4-й школы. Она была признана аварийной. После чего в апреле текущего года старое здание снесли. В будущем образовательном учреждении на 300 мест предусмотрен стадион, озеленение территории, крытый спортивный зал и, конечно же, кабинеты для занятий. Аким обратил внимание на то, что мебель для кабинетов многие подрядные организации приобретают в других городах и даже за границей. Хотя оказалось, что в городе достаточно местных производителей, которые готовы поставлять свою продукцию по доступной цене. Объектом внимания главы региона стали и дороги, так как Аким осмотрел дорогу на улице Далю в поселке Селекционной. Здесь проводится капитальный ремонт свыше 1 километра дороги. Кладут три слоя асфальта. Параллельно ведутся работы по устройству тротуара и бордюров. Во время проверки все подрядчики заявляют, что работа идет без препятствий. Но на самом деле ошибок очень много. Чаще всего они допускаются уже при проектировании здания и составлении проектно-сметной документации. На практике мы сталкиваемся очень много с некачественной документацией. В первую очередь проблемы скрывают на период строительства сами застройщики, где идет нестыковка ПСД при его реализации. Так или иначе, все объекты должны быть построены качественно и сданы в срок. Иначе подрядчики понесут ответственность. Марина Горбок, Ерба Лаваншин, Александр Грабарев, ТДК-42. Три дня военного экстрима. В Караганде прошел шестой военный дискурс до представителей масс-медиа. Получить новые знания, познакомиться с коллегами из других городов собралось порядка 35 журналистов, блогеров и фотографов со всего Казахстана. На протяжении трех дней участники дискурса учились у опытных инструкторов в работе в горячих точках, внимательно слушали, на что обращать внимание, находясь в зонах вооруженного конфликта, оказывали медицинскую помощь и даже были взяты в плен условными террористами. Я сам лично примерил на себя военную форму и бронежилет весом в 16 килограммов. Признаюсь честно, бегать и выполнять практические задания в такой экипировке довольно сложно. Зато впечатления незабываемые. Давайте прямо сейчас посмотрим подробный репортаж. Шестые военные сборы, организаторами которого является Министерство обороны Республики Казахстан, прошли в военном городке Спаск. Отдыхать здесь не пришлось. Подъем в 6 утра, зарядка, а затем бег почти на 5 километров. Я впервые участвую в таком мероприятии. Что я от него жду? Я жду очень много новых эмоций, полезных знакомств и, конечно же, каких-то жизненных навыков, которые мне пригодятся в моем профессиональном поприще. Самое страшное, наверное, то, что новичков здесь проверяют. Например, их ночью подвешивают стенки вниз головой и бьют палками. У меня все впечатления пога по рассказам других людей, которые, в общем-то, в восторге. Тут уже свои анекдоты и армейские байки по поводу этого дискусса проходят. Поэтому, думаю, будет все интересно и очень полезно. После завтрака представители СМИ отправлялись на лекции. Опытные инструкторы доходчиво объясняли, как работать в зонах вооруженного конфликта, какую одежду носить, чтобы не привлекать к себе внимание. А главное, в очередной раз напомнили, что ни при каких обстоятельствах нельзя брать в руки оружие. Иначе журналист автоматически теряет свой гражданский статус и становится мишенью для террористов. Журналист телеканала Хабар рассказал свою историю, как ему под Новый год пришлось отправиться в Сирию. На сборах журналистов даже научили накладывать швы на раны. Подготовка шла с учетом того, чтобы все полученные знания можно было применить на практике. Участникам военного дискурса выдали единую форму, бронежилеты весом в 16 килограммов и каски. Именно эти атрибуты являются неотъемлемой частью при работе в зонах вооруженного конфликта. Разместившись в кузове КАМАЗа, участников дискурса повезли на полигон. Здесь им показали взрывное устройство тротил и продемонстрировали его в действии. Каждый смог прочувствовать взрывную волну. После показательных сцен представители масс-медиа отправились на практическое задание. По сценарию деревню Тау-Бастау, где проживают мирные жители, захватили террористы. К ним на помощь отправляется спецназ, а задача журналистов все это осветить. Организаторы решили проверить, насколько внимательно СМИ слушали инструкторов на лекции. Журналистам пришлось оказывать помощь пострадавшим, а спецназовцы предложили взять в руки оружие и помочь им. Но участники отказались, ибо помнят, что этого делать нельзя. Вечером участники военного дискурса вернулись в общежитие и уже собирались ложиться спать. Но не тут-то было. В комнату ворвались люди в масках с автоматами в руках. Кого успели поймать, вывели на улицу, погрузили в КАМАЗ и увезли в неизвестном направлении. На протяжении получаса представители СМИ пытали, пугали, допрашивали и обливали водой. Журналисты, они сами себя, естественно, выявили, так как они не обученные. Они рассказали о себе все, они рассказали о своих странах, о своих компаниях, где они что представляют из себя. Ну, сами понимаете, журналисты – лакомый кусочек для любого террориста, так как за него можно взять выкуп, взять в плен и так далее. На следующий день участники взяли палатки, спальные мешки и отправились разбивать лагерь. На ужин – настоящий армейский сухпайок, а затем встреча у костра, чтобы разобрать все ошибки, которые были допущены. Повторного захвата никто не ожидал, а зря. Снова люди в масках, выстрелы и часть журналистов взяты в плен. Конечно, многие испытали большой шок, это отразилось на них. Люди растерянны, люди действительно ощутили на себе, что в такой ситуации, одним словом, без специальной подготовки справиться не так уж просто, и надо учиться этому. Участников также научили работать на местах, где идут массовые беспорядки, сводили на выставку оружия и организовали встречу с министром обороны Республики Казахстан, на которой генерал-полковник рассказал свои истории из жизни. Ехал я в колонию, обычно на БМТ сверху, попадали в засаду, будем говорить так, выстрелы, гранатометы, все такое, это все самое, голоса дыма, шлимофон поднялся. А второй раз это тоже в колонии шли, попали в засаду, и вот бой начался, я голову прятал за камнем, для меня он казался большим камнем таким. Потом после боя посмотрел, маленький вот такой камень. За три дня представители СМИ получили массу эмоций и знаний. В завершении состоялось торжественное вручение сертификатов. Организаторы пообещали, что этот военный дискурс был не последний. Уже этой осенью они снова пригласят журналистов на военный дискурс. А сейчас мы представим вам не менее интересную информацию в специальном видеообзоре. В Уральске снова поменяется Аким Города. Нариман Турегалеев, который ранее занимал эту должность, стал депутатом Сената Парламента. Изначально заявки на участие в предвыборной кампании подали пять человек. В течение гонки три претендента отсеялись. И за право стать депутатом Сената Парламента боролись уже бывший Аким Уральска и один из местных депутатов. Большинство голосов получил Нариман Турегалеев. Его с новой должностью поздравили коллеги, а он в свою очередь заявил, что с честью будет представлять западный регион в Сенате. В Уральске на стройке нашли грудного ребенка. Живую находку обнаружил сторож возле недостроенного дома неподалеку от средней школы номер 24. Мужчина рассказал, что ребенок сосал соску, а его лицо было накрыто марлей. Три дня сотрудники искали того, кто подкинул малыша, и нашли. Мамой ребенка оказалась 21-летняя девушка. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного душевного волнения. Полиции отметили, что родители и близкие женщины не знали о ее поступке. Золотые ягоды и овощи продают в Уральске. Стоимость витаминной продукции в полтора раза превышает уровень прошлого года. В городском Акимате хранят спокойствие и говорят, что в скором времени цены снизятся. Этому будут способствовать ярмарки сельхозпродукции. А пока в магазинах помидоры продают по 480 тенге за килограмм, а огурцы по 280. На рынке чуть дешевле. В отделе предпринимательства заявили, что возможности местных товаропроизводителей могут полностью покрыть потребности в овощах и фруктах. Оптимизм чиновников вселяет надежду, но все-таки без теплой погоды урожая местных овощей и фруктов нам не видать. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили представители средств массовой информации. Они показали, что могут не только качественно, всесторонне освещать события в регионе, но и продуктивно проводить время. Без внимания со стороны предприятий и госучреждений не остался никто. Благодарственные письма и памятные подарки представителям СМИ вручил и Аким Западно-Казахстанской области Алтай-Кульгинов. Торжественная церемония прошла в парк-отеле. В банкетном зале собрались ветераны пера и молодые репортеры. Глава региона заявил, что профессия журналиста накладывает на людей особый отпечаток. И каждый из представителей этой профессии должен понимать важность возложенной на него миссии. Трудно поверить, но в Западно-Казахстанской области работает целая армия сотрудников средств массовой информации. Операторы и корреспонденты, редакторы и корректоры, режиссеры и осветители. Все они создают контент, в котором нуждаются зрители и читатели. Аким области Алтай-Кульгинов заявил, что труд журналистов очень востребован, особенно те, кто работает, что называется, в поле. Ведь не зря говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ту работу, которую мы делаем, население ждет от вас. И от качественного предоставления материала, от своевременного и объективного предоставления информации зависит очень многое. Потому что ваш читатель, ваш зритель, он оценивает ситуацию благодаря вашей информации. Поэтому мы вам благодарны за вашу работу. Есть моменты, которые мы не видим. Население доводит через вас уровень принятия решений. Это тоже объективная реальность. Наиболее отличившиеся сотрудники получили не только слова признательности, но и благодарственные письма с ценными подарками. Среди номинантов сразу несколько сотрудников телеканала ТДК-42. Среди них журналисты Жанат Каиргожина, Марина Горбук и оператор Нурлан Кунашев. Также почетные грамоты вручили и от имени региональной службы центральных коммуникаций. Журналист является именно тем мостиком между государством, во-первых, между чиновниками часто и простым народом. И он должен быть, наверное, как рыба в воде в любой сфере. Очень сложная, но очень интересная профессия. Я горда, что я занимаюсь этим делом и желаю всем журналистам поздравить всех с праздником и желаю им творческих успехов и удачи во всем. Это очень хороший повод собраться нам, коллегам, все вместе, повидаться, обсудить какие-то насущные проблемы. В пользу случаям хочу поздравить всех журналистов, работников связи, информации с нашим профессиональным праздником. Торжественная церемония завершилась концертом. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабрих, ТДК-42. Это все, что мы хотели вам рассказать. Именно такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин